сегодня в программе хотя бы сообщила бы в полицию что поступали угрозы в отношении полиции на угрозе пока они не реализовались внимание обращает мать оставила младенца с садистом отцом и ребенок оказался в реанимации теперь суду предстоит решить куда малыш отправится после выздоровления домой или в дом малютки и видит бог я правда не хотела причинять но причинила это случайная трагедия не угроза как-то не поймешь любящая бабушка оставила коляску с грудным ребенком всего на пару минут что же произошло потом почему женщина оказалась в больнице с инфарктом руки наверх и вот такие вот приседания и мальчики нам говорили то что мы так вот стрижешь и на шесте учитель физкультуры стал фигурантом уголовного дела о сексуальных домогательствах к старшеклассницам но потом выяснилось что девочки оговорили педагога кто ответит за такую страшную ложь истец представитель органов опеки и попечительства требует лишить родительских прав мать оставившую ребенка в опасности ответчик уверяет что она больше не бросит малыша слушаю вас ваше честь органы опеки просят лишить толпекину родительских прав потому что она в течение шести месяцев не только не исполняла свои родительские обязанности но ее такое вот безответственное поведение привело вообще к угрозе жизни ребенка расскажу поподробнее мая эликсивна в официальном браке с отцом ребенка старшиновым не состояла но тем не менее мальчика он признал и значит в свидетельстве о рождении записан отцом но когда ребенку было три месяца мать бросила сына на отца и уехала в неизвестном направлении то есть надо понимать ребенка с отцом отец нашел ее по телефону то есть она на связь выходила и даже с угрозой рассказывал что если она не заберет сына то он с ним что-нибудь сделает ребенок ему не нужен то есть она не отреагировала на звонки отца никак хотя бы сообщила бы в полицию что поступали угрозы в отношении что это полиции на угрозы пока они не реализовались я понимаю сама приехала и выяснила отношения не буду сейчас что могло бы быть но случилось страшное значит спустя где-то месяц после ее отъезда старшинов женился и начал пить в состоянии алкогольного опьянения вы представляете произошла ужасная трагедия то есть он этого мальчика 6 месяцев бросил об стенку просто вот швырнул вот прям у меня в самой мурашки ребенка забрали в реанимацию у него даже клиническая смерть была в общем по кусочкам его собирали вот а самого значит виновника происшествие забрали в сизо по материалам дела все это выяснили как это дело произошло он просто сам толком не помнит как это было потому что он был мертвецкий пьян а в сизо его убили вот в результате значит ребенок остался без отца и в наличии имеется у нас когда ребенок попал в реанимацию матери кто-нибудь сообщил до матери сообщила вдова так сказать уже да вот это мать приехала там где-то и вот пришла в опеку верните ребенка она даже успела к нотариусу сходить подать от имени игната заявление о вступлении вправо на следствии ну да все успела но в больницу ее не пустили хотя туда ходила как раз вот она будет у нас все значит ее не пустили в больницу но он в реанимации ребенка они кого не пускали да и находила тем не пыталась до попасть туда хотел ребенка забрать ну то как его заберешь а вот сейчас ребенку уже пора выписывать ну но мы не можем вот этой матери отдать ребенка там ситуация настолько сложно ну во первых чем она плоха ты не понимаю так не только она а вся ее там семья у нее имеется старший брат мы проверяли у которого две судимости а проживает он там совместно вот этот дядя в кемерово нам в частном доме и вообще там он авторитет кемеровский давайте отвечу ваша честь я прошу не лишать меня родительских прав больше и на то я не брошу это точно когда я родила игната он подходил к ребенку он говорил что это мой наследник что я люблю его и он заботился о нем и получается так что на когда ребенок ребенка исполнилось три месяца я иду в поликлинику а возвращаюсь и вижу такую ситуацию я вижу просто игоря в постели с неизвестный просто женщина я не знаю кто это естественно он говорит а это моя настоящая любовь выметывайся собирай свои шмотки проваливая и забирай с собой ребенка а куда я заберу ребенка я ему говорю что ребенок останется с тобой ты отец и да конечно мне идти некуда у меня есть только мама а мама живет в кемеровской области у меня даже нет денег единственное что у меня было это мои сережки я их заложила в ломбард и уехала к маме в кемеровского пусть но оставили ребенка с папочкой да оставила ребенка с отцом он ее выгнал а куда ей было зеваться с маленьким ребенком кризисный центр взрослый человек телевизор смотрим радио слушаем вы как-то странно вообще реагируете ну там же как раз таких вот матерей с детьми принимают и помогают он ее выгнал почему он такой же отец такие же обязанности иметь по отношению к ребенку пришла пожаловалась так слушаю дальше вот потом поступил звонок и позвонила уже его ну он сначала пытался меня вернуть до звонил но я думала что это так он просто ну как грубо говоря там угрожает но он так ну как бывает у него шутер угрожает жизни ребенка конечно не всерьез воспринимала ну можно представить что отец твой ребенка шарахнет его в тену ну вот и она не представляла вы не раздувайте вот но после того как поступил звонок уже его жены я уже поняла то что он женился на этой даме непонятный какой-то и после того как поступил звонок я тут же просто собрала свои вещи я тут же приехала в москву сейчас живу на данный момент в москве у подруги и собираюсь очень хочу забрать ребенка и вернуться к маме там мои близкие и там с ним будет все в порядке и ваша честь я его точно никогда больше не брошу тем более после того что произошло я ну никак не думала что отец может так конечно ты представить себе страшном сне невозможно у вас какой-то свидетель давайте его сюда свидетель свидетели саводите здравствуйте представьтесь пожалуйста здравствуйте меня зовут старшинова ольга викторовна и я вдова убитого в сизо старшиного игоря это с вами застала ответчик его в кровати ну не то чтобы застала я игоря знаю очень давно он этого ребенка не хотел он сказал чтобы мая сделала аборт он не говорил таких вещей ну что мы будем спорить это то что он рассказывал новой любовницы конечно так будет рассказывать и в один прекрасный день и к нему подъехала наглухо затонированная машина рассказал как он мне рассказал и из нее вышли 4 головореза приставили нож горло и сказали если ты заставишь сделать аборт мая тогда мы тебя найдем в лес вывезем и там и закопаем это как раз братья был слушайте но откуда вы знаете это что установлена полиции следственными органами душа вы здесь бабе сплетни разводите он рассказал любовница что подъехала какая-то тонированная машина из нее вышли какие-то люди сказали ему что-то это кем установлена это не установлена но по факту имеется в наличии такой криминальный авторитет который вполне мог вступиться за свою я не знаю что такое криминальный авторитет вот не знаю но кемерова у нас и так не было я не знаю какой у нас кемерова я вот не знаю я знаю только подтвержденные доказательствами факты для меня здесь фактом является одно что он наплел своей любовницы 40 бочек арестантов но он не побоялся не маю не и так называемых криминальных авторитетов а привел вас квартиру и положил кровать знаю что мая туда вернется не побоялся так они специально это сделали чтоб мая ушла если уж на то пошло и не побоялся криминальных авторитетов вот я про это и говорю не побоялся поэтому все это какая-то чушь собачья он побоялся а вот этого привезти любовницу в кровать уложить он не побоялся странные какие-то странные какие-то страхи ну и что ну пришла она и он ее у вас не в кровати специально лежите и он ее выгнал она была в истерике и исчезла она сама исчезла значит она была в истерике он есть сказал уходи так и она ушла и она ушла и ребенка не забрала нет правильно ребенка она ребенка не забрала эта ситуация микрос понятно очень дальше что ребенка она бросила игорь очень переживала его с отцом оставил но дальше моя так ребенка и не забрала хорошо стал пить все время пил пил я пыталась этим как-то бороться но он меня не слушал и я как-то раз ушла в магазин и когда пришла увидела какую-то страшную картину мне сейчас очень сложно это вспоминать я увидела мужа со стеклянными глазами он вообще ничего не соображал ребенок валялся в крови оказалось что он просто швырнул ребенка об стену он его не любил он ему не нужен она вы вызвали я вызвала скорую я вызвала полицию полиция ну понятно его забрали забрали ребенка тоже забрали вы позвонили мая я да я и позвонила она приехала но при вы позвонили она приехала но я прошу органы опеки лишить ее родительских прав потому что она изначально бросила ребенка а вы-то при чем вам какое дело Лишат ее родительских прав или нет? А она хочет его усыновить. Я хочу усыновить ребенка. Это из-за нее вся эта история произошла. А вы ее хотите, чтобы она усыновила? А зачем тебе чужой ребенок? Ты же своего мужа родитель. А зачем вообще его усыновлять, когда у него мать есть? Ну какая-то мать, она же еще кормила груди и уехала. Три месяца ребенку было. А вам-то зачем этот ребенок? Я его воспитывала некоторое время. Я к нему привязалась. Когда вы успели к нему привязаться? Я считаю, что она не мать, потому что она изначально его бросила. Ей только квартира нужна. Давайте мне документы. Вопрос в квартире тоже имеет место быть. А, вопрос в квартире. В том, что наследник ребенок. Теперь два наследника, значит, вдова и ребенок. И вдова боится, что этот авторитет, который вы не признаете криминальным, ее может закопать где-нибудь. Я просто за свою жизнь боюсь. Что-то у вас странный криминальный авторитет. А что тут странного? Квартира в Москве очень хорошая. Он то его боится, то его не боится. Он боится его настолько, что боится слово сказать, готов с моей жить. Потом не боится привести любовницу. Потом не боится бросить ребенка об стену. Ерунда какая-то. Но это у него не с профсиарю походе. Далее в программе. И видит бог, я правда не хотела причинять. Но причинила. Это случайная трагедия. Ты человека чуть не угробил. Как ты не поймешь? Бабушка на минуту оставила грудного внука без присмотра. Соседка-активистка решила преподать ей урок. Чем закончилась инициатива, узнаем в суде. Руки наверх и вот такие вот приседания. И мальчики нам говорили, что мы как стриптизерши на шесте. Четыре старшеклассницы обвинили физрука в сексуальных домогательствах. С какими целями он оставлял их после уроков? Каким выводом пришло следствие? И в чем признается одна из учениц в зале суда? Иск органа опеки и попечества о лишении родительских прав мать девятимесячного старшиного Игната Игоревича Толпикину, Майю Алексеевну, оставить без удовлетворения. Прошу садиться. Что значит, она его оставила в опасности? Она его с родным отцом оставила. Ей в голову не могло прийти, как и любому никакому нормальному человеку не придет в голову, что родной отец своего ребенка шарахнет об стену. Конечно, нет. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Мы свяжемся с Кемеровской опекой, чтобы эту семью взяли под жесткий контроль. Все-таки это неблагополучная семья. Я не думала, что настоящий отец Игорь так поступит с нашим ребенком. И Игната я больше никогда не оставлю. Ее знают в каждом доме от Владивостока до Калининграда. Вы думаете, что все решается деньгами? В этом суде не так. От ее темперамента мурашки по коже. Истец! Судья Алиса Турова. Чем больше любви у ребенка, тем лучше. Ей можно доверить судьбы наших детей. Не могли бы вы сделать так, чтобы наши родители помирились и никогда больше не ссорились? Не отвлекайтесь с понедельника по пятницу. Истец требует компенсировать вред здоровью и моральный вред. Ответчик иск не признает. Заявляет, что произошла трагическая случайность. Слушаем вас, истец. Здравствуйте, Ваша честь. Я хочу взыскать с этой сумасшедшей своей соседки. Так, не надо сумасшедшими. У нас признают доктора. Ну как же по-другому мне ее назвать? Никак не называйте. Хочу взыскать с нее 73 тысячи рублей за вред здоровью моей матери. И 100 тысяч компенсации моральную еще. Потому что она мою мать чуть не угробила. Чуть на тот свет не отправила. Давайте расскажу, как все было. Мы живем в спокойном районе. В пятиэтажке. Все друг друга знают, как между собой все соседи знакомы. Я живу с мамой и с сыном. У меня есть девятимесячный сын. Маленький Димочка. Его все соседи любят, обожают. Все, кроме вот этого чокнутой. Только она. Так, здесь нет чокнутой. Ну а как еще тебя называть? Я не знаю. Ты постоянно к нам лезешь? Штрафую. За неуважение к суду. Простите, пожалуйста. Десять раз повторила, что здесь нет таких людей. И здесь не оскорбляют друг друга. Все, простите, пожалуйста, Ваша честь. Все, я вас простила. Вас просто оштрафовала. Все моего сына Диму люди любят, соседи. Все души мне обничают. Все вот кроме нее. Она постоянно лезет ко мне своими советами. Как я должна его одевать? Как я должна его кормить? Все время лезет и лезет. Сколько раз вот я ей говорила. Валь, заведи своих детей. Их воспитывай. Чего ты лезешь постоянно к нам своими советами? И вот один раз она вообще такое учудила. Моя мать пошла с Димой гулять. Мы живем в доме, где лифта нет. И она коляску спустила на первый этаж. Кое-как спустила, потому что это реально без лифта проблема коляску отпускать. Тяжело, конечно. И поняла мать, что забыла телефон там мобильный. И вернулась в квартиру. Коляску с Димой оставила на улице. Ну потому что реально там сидят соседские бабушки все время около подъезда. Они знают, что это мой ребенок. Что его никто там не тронет, не возьмет. Тем более она отошла там буквально на пару минут. Представляете, распускается, а ребенка нет. Ни коляски нет, ни ребенка. А вы же говорите, там бабушки сидели. Ну они сидели. Так она подошла. Так, подождите. Бабушек нельзя было спросить, куда делся ребенок? Ну она вышла. Первая реакция у нее, что коляски с ребенком нет. У нее сразу за сердце. У нее инфаркт случился. Вот прямо на месте. Даже есть скорая, подтвердила, что там вследствие перенесенного какого-то стресса у нее случился инфаркт на месте. Вызвали как раз таки прохожую скорую. Все, мать в больницу увезли. Это уже потом, конечно, прибежало с коляской. Но все равно мама такой стресс был, она думала, что его украли. По-настоящему украли. Я работаю в фас-ообществе нас в фабрике. Мы люди небогатые. Отца ребенка нет. Мы там с ним не общаемся. От него толку никакого нет. Сейчас я нахожусь в положении. Мне пришлось потратить 73 тысячи рублей на лечение матери. Я свою заначку всю там потратила. Заняла у подруг денег. Наша семья сейчас просто на грани, не знаю, вот. Нашу жизнь превратила в ад. Мать лежала, я по больницам бегала. На работу я выйти не могу. Я смотрю за ребенком. Я же его дома одного не оставлю. Я сижу, в общем, разрываюсь. А вот ради такой вот ее какой-то, не знаю, проучить она, видите, меня решила. А в итоге человека чуть не угробило. Я считаю, что она должна заплатить и 73 тысячи за лечение матери, вот эту сумму вернуть, ты обязана просто нам, и 100 тысяч моральной компенсации. Я с нее требую. Угу. Ваша честь, я не принимаю этот иск, так как, как минимум, я никого не похищала. Слушай, вас внимательно. Сначала то, что вы иск не признаете, я понимаю, потому что иначе вы не стояли бы в суде. А вот расскажите мне, пожалуйста, что вас заставило утащить коляску с чужим ребенком? Изначально, как Дима родился, Ира оставляла его в коляске. Везде, по всему району. Она могла пойти в магазин, оставить его около входа. Не раз, но лично было замечено, соседями было замечено. Доказательства есть у тебя, что такое было? Значит, естественно, доказательствами здесь занимаюсь я. Все, хорошо. Молчу. Ну, а не вы. Просто ребенка украсть. Так, еще раз я вас спрашиваю, ваше какое до этого было дело? Мое дело было такое. Я неравнодушный человек, потому что я журналист криминальной хроники. И таких, как Ирина, ко мне обращаются, к сожалению, большому тысячи. У вас профессиональная деформация. Я бы даже не сказала, что профдеформация, скорее, это не безразличность к маленьким детям. Потому что за этот месяц только я написала две статьи. Я могу вам их предоставить. Наркоман украл в поликлинике ребенка из коляски. Ну что теперь, в поликлинику не ходить? Нет, не оставлять их просто. Понимаете? А как не оставлять? Вот маму позвал доктор, ребенок в поликлинике. Наташа, без лифта, подними коляску, на тебя посмотрим, как ты потом будешь. Так, истец, я вам слово давала? Все, простите, все, точно. Я вам сейчас расскажу. Нет, это и есть профдеформация, я вам говорю. Потому что вот истец говорит, что там сидят бабушки внизу. У нас нет бабушек внизу. Они не сидели. Я вам сейчас расскажу все, как было. За неделю буквально до этого я видела, как оставила у магазина Диму. Я стояла, наблюдала. Я иду с работы. Там прям маршрут у меня пролегает до дома. У нас около магазина, у нас не очень благополучный район, пятиэтажек, половину сносят. У нас новостройки, там строители ходят, час пик, люди, открытая проезжая часть. Коляска стоит у магазина. У нас попрошайничают бомжи. Неподалеку от нас располагается вокзал, там бомжи. Они стреляют мелочь у магазина. И вокруг коляски. В тот момент, пока Ира покупает продукты. Понимаете? То есть она даже не думает о том, что с кем ее ребенок. Как долго он. А почему вы не берете ребенка? Да это бред какой-то. Я не знаю. Я завожу его в магазин с собой с коляской. Что за магазин, где нельзя взять коляску? Это видела не только я. Ну а кто это еще видел? Какие-то есть доказательства, кроме этого? Это просто твои слова. Так, между собой я вам разговаривать не разрешала. Я вас спрашиваю, что мешает вам, когда вы идете в магазин, взять с собой ребенка. Я всегда с коляской захожу в магазин. Там же нет такого правила, что с колясками нельзя. Я не знаю, откуда она это все выдумывает. Она просто оправдывает себя. Не понимаю. Вы завозите коляску в магазин? В магазин завожу и хожу по магазину с коляской. Где она там все видит бомжей? На улице. И несколько соседей из нашего дома тоже периодически наблюдают это. Ну, я не знаю, что наблюдают другие соседи. Здесь вот меня одна вы. Кому я должна верить? Вам или ей? Хорошо, я вас понимаю. И ситуация была следующая. Я возвращалась домой. Точно так же. Вечером стоит коляска. До боли мне знакома. В ней спит Дима. Я постояла около коляски в течение пяти минут. И никто не спустился к коляске. Я сначала посмотрела, может быть, где-то она во дворе с кем-то встретила. Никого не было. В течение пяти минут к коляске никто не подходил. И чтобы избежать действительно в жизни такой ситуации, которую я вижу тысячами, я просто вместе с коляской отошла меньше, чем на два метра в сторону от подъезда. И видит бог, я правда не хотела причинять такую трагедию. Это стечение обстоятельств, это случайная трагедия. Ты что, Овека чуть не угробила? Как ты не поймешь? И дело было так, что я стояла с коляской рядом с подъездом. И вместо истца вышла ее мама. И она даже не посмотрела по сторонам. Она только открыла дверь и сразу упала. Я правда не хотела причинять... А вы прямо рядом стояли. Я стояла прямо рядом. В пределах видимости. Да, да. В пределах видимости она стояла. Но в полиции было установлено, что она стояла в метрах двадцати где-то. Факт похищения они не установили, потому что она стояла в 15-20 метрах. От подъезда. В пределах видимости. В пределах видимости. Но мать ее не увидела. Она увидела на месте, что коляски нет. Поэтому сразу упала. Там уже без разницы где она стояла. Угу. Я еще раз повторю, что я отказываюсь принимать иск по той простой причине, что это было из благих побуждений. Благими намерениями. Может быть, это... Да, это вот именно. Благими намерениями. Может быть, вам не стоит вмешиваться в чужую жизнь. Может быть, это и есть деформация. Не могу с вами не согласиться. Но смотреть каждый раз... У всех у нас есть профессиональная деформация. Это неизбежно. Но смотреть, как ребенок один на улице, в коляске, на постоянной основе, с учетом того, что Ира сейчас второй раз в положении, и неизвестно, что... Я даже не прошу, мы не прибегаем к каким-то органам опеки, понимаешь, чтобы уточнить вообще, какие у тебя условия, понимаешь? Ну, на самом деле, вам следовало стоять около коляски на протяжении того времени, пока не спустилась бы бабушка, это, наверное, заняло 10 минут, да? Ну, не 5, но 10. Пожилой человек пока поднимется, пока спустится, да? А вместо этого, вот наоборот, если бы вы обратили внимание опеки на эту семью, то, может быть, больше было пользы. Понимаете? Может, и больше было пользы. Ну, а не обратила, потому что оснований нет. Давайте мне ваши документы, документы давайте. Так, я сейчас вам передам это свидетельство о рождении ребенка. Это вот как раз документы из больницы и чеки на лечение матери. Все вот здесь прилагаю. Так мать ваша по ОМС лечилась? Да, но там пришлось покупать просто импортное лекарство, чтобы быстрее на ноги ее поставить. Они сейчас реально очень дорогие. А вы не хотите реально компенсировать за лечение-то какую-то часть хотя бы? Все-таки в добровольном порядке. Я не собиралась наносить какого-то вреда. Ну, нанесла. По факту это нанесла. Поэтому и должна компенсировать. Ваша честь, могу ли я дополнить? Вы говорите, что я могла бы просто находиться рядом с коляской и ожидать, когда спустится мать. Но, как вы видите, просто человек психически нестабилен и не понимает. Мы не раз уже разговаривали по этому поводу. Ну, она вполне психически стабильна. Поскольку ее психика позволяет ей оставить своего ребенка на улице около магазина и не нервничать. У нее отличная психика. Я не оставляла вашу честь около магазина. Я всегда беру с собой. Ну ладно, все, конечно, оставляю. Вы считаете, что это правильно? Оставлять своего ребенка на улице? Ну вот я вам говорю, вместо того, чтобы отвозить на 20 метров коляску, обратились бы лучше в опеку. И пусть бы этим занялись те люди, у которых своя профессиональная деформация, которые знают, что с этим делать. Я понимаю, что опека, она может лишить родительских прав. А я еще раз повторюсь, я не хотела какой-то негатив. Она не стала бы сразу лишать родительских прав. Но в эронию бы обратила. Провели бы право вверху сначала. Поняли, что мы хорошая, адекватная семья. Суд удаляется для вынесения решений. Прошу всех встать. Далее в программе. Руки наверх и вот такие вот приседания. И мальчики нам говорили, что мы как вот стриптизерши на шесте. Учитель физкультуры стал фигурантом уголовного дела о сексуальных домогательствах к старшеклассницам. Но потом выяснилось, что девочки оговорили педагога. Кто ответит за такую страшную ложь? Вот скажи, пожалуйста, ты сейчас беременна вторая. Просто вот вообще, я не знаю, в печенках сидишь. Честно, ты со своими советами? Ты беременна вторым ребенком? Да, я беременна вторым ребенком. Будешь точно так же поступать? Мы себе советуем забеременеть, выйти за ночь, заниматься своей семьей, своими делами. Это уже не твое дело. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит размещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Однако в рассматриваемом споре отсутствует доказательство того, что ответчик явился причинителем вреда. Причинно-следственная связь между действиями ответчика и инфарктом матери и сца объективно не доказана. Ну, может, мать поднялась быстро на ваш этаж, спустилась, и у нее инфаркт случился. Ну, не доказано. Короче, я не говорю, что этого не было. Но это не доказано. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований или возражений. Поэтому это вот эмоционально я вас понимаю, что вам кажется, что именно из-за этого. Но объективных доказательств этому у меня нет. Поэтому взыскать с ответчика компенсацию вреда здоровью и моральный вред у меня нет оснований. Однако вам, ответчики, я бы все-таки подумала о том, чтобы помочь хотя бы какими-то деньгами, которые потрачены были на лекарства. Помочь я, безусловно, помогу. Дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Ну, Валька, в каждой бочке затычка. Надеюсь, какую-то часть она нам компенсирует. В конце концов, с совесть ее уже проснется. Видит Бог, я не хотела принести вреда. Матери я компенсирую тысяч двадцать. Потому что, правда, хотела из благих побуждений. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Не только врачу, а коню понятно, что это не мой ребенок. Если вы не можете вернуть свои деньги. Ну, вот вам все понравилось. А вы не платить не хотите. Если благополучие ваших детей под угрозой. Ты нас предал. Ты ушел от нас. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод. Какая ты сволочь. А ты голодранец и проживал. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Я пойду на все, чтобы вернуть своего сына. Так, может быть, вы законными способами пойдете на все? Это бесплатно. Истец требует защиты чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального ущерба. Ответчик иск не признает. Убежден, что ничего не должен ИСЦУ. Слушаем, ИСЦА. Ваша честь. Я прошу удовлетворить мой иск о взыскании морального ущерба с родителей четырех девочек, моих бывших учениц из 11 класса, которые меня оклеветали, договорившись между собой в том, что я совершал действия, пытался совершить действия сексуального характера с ними, из-за чего, из-за этого ложного навета, Ваша честь, я был уволен с работы, завели уголовное дело, статья 133, часть 2, принуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, хотя ничего такого не было. Два месяца шло следствие, три месяца я не мог работать, а все из-за того, что девочки, понимаете, они очень взрослые, у них соцсети на уме, и они мне сразу сказали, что они на мои уроки физкультуры ходить не будут, потому что до этого у них учительница, они просто приносили справочки и, как говорится, просто не ходили. А сейчас из-за их навета вот я считаю, что потерпел моральный ущерб, и более того, физический, потому что родители, естественно, поверили своим детям, и они подкараулили меня после уроков и избили достаточно серьезно. Вы в полицию не обращались? Вот зря, наверное, не обращался, но не обращался. А чем закончилось ваше уголовное дело? С уголовным делом по статье 24 отсутствие события преступления следствие признало, что ничего не было. И на самом деле действительно ничего не было. Я пальцем к девочкам не прикасался. Ваша честь, я отец двоих детей, я женат, и для меня это просто такие же ученицы, как и все остальные. И никаких домогательств там даже близко не было. Вот у меня документы. Пожалуйста, передайте через пристав ваши документы. А в школе-то вы восстановились на работе? Да, Ваша честь, с большим трудом восстановился. Ну, через суд восстановились. Через суд, да. Вы понимаете, в чем дело. Я в школе работаю не первый год. Никаких нареканий на мою работу никогда не было. И проблемы начались только тогда, когда меня назначили учителем физкультуры в 11 класс, где как раз и учатся эти вот... Да, эти четыре девочки. Алина, Ангелина, Лера Зайцева и вот Карина Буланина, дочка ответчика. Проблемы начались сразу. То есть они сказали, что на физкультуру ходить не будут. Я им сразу объяснил принципиально, что программа для всех одна, все должны заниматься. И, вы понимаете, гламурная жизнь. Это одно, там, соцсети. Они о чем угодно думали, только не об уроках. И на физкультуру категорически не ходили. И я, в вашу честь, считаю, что справедливо. Да, я им ставил прогулы. Да, я им ставил двойки. Они отказывались выполнять упражнения. Но главные проблемы начались, когда у нас по школьной программе, по нашей программе начались прыжки через козла. Весь одиннадцатый А-класс прыгнул. Все ребята прыгнули без проблем. А эти четыре красавицы, они наотрез отказались и сказали, что прыгать не будут. И тогда я им сказал, что либо они делают все то же, что ребята, либо, совершенно справедливо, у них будет двойка в полугодие. А если не одумаются, то, естественно, будет двойка по физкультуре в году. Потому что я считаю, что это очень важный предмет и физическая подготовка, она в реальной жизни, конечно, пригодится. Конечно, физкультура важна. Вот. И тогда они между собой договорились и рассказали сначала директору, родителям и одноклассникам все в один голос, что я их оставлял после уроков. Представляете, в раздевалке и в зале прямо домогался до каждой поддельности и до всех четверых. И вот эти вот события все произошли. Ну, хорошо, что следствие разобралось. И я считаю, что мой иск абсолютно оправдан, потому что действительно был нанесен ущерб. И девочки, конечно, сами такую сумму выплатить не могут. Они не работают, учатся. Это я понимаю. Вы по 100 тысяч хотите с каждого? Да, Ваша честь. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Хорошо. Так, слушаем ответчика. Ваша честь. Ваши представители, которые изо всех родителей... Ни я, ни остальные отцы мы иск не признаем и платить ничего этому гаду и извращенцу не будем. Ваша честь. Так, секундочку. Значит, вы будете делать то, что решит в суд. Вы здесь не просто так пришли постоять. Вот что я решу, то вы и будете выполнять. Это раз. Второе замечание. Пока. Вы не смеете в отношении него произносить никаких оскорбительных фраз, поскольку он оправдан следствием. Я понял. Причем по реабилитирующим обстоятельствам. И ваши личные мнения держите при себе. Иначе вас за клевету привлекут. Уже вас лично. Я понял. Слушаю вас. Значит... Вы иск не признаете. Это я поняла. Мы не признаем. Этот, с позволения сказать, учитель, он наших девочек домогался, он наших девочек щупал. Пусть он радуется вообще, что он живым ноги унес. А его с какой-то радости восстановили на работе. Нельзя извращенцев допускать к работе с детьми. Так, секундочку. Штрафую вас за неуважение к суду. Здесь извращенцев нет. Человек оправдан. Ваша честь, если он к нашим девочкам подойдет хоть на сантиметр, мы с мужиками соберемся, и ты больше нигде не то что учителем... Что за убийством привлечь? Сейчас передать в правоохранительные органы? Вы за дочери своей следите. Так вы помолчите, Истин. Мы за дочерьми своими следим. Угу. Я вижу. Нельзя извращенцев допускать к работе с детьми. Так, еще раз штрафую. Я вас в следующий раз в полицию на вас напишу заявление и вас посадят. Ты чего тебя... Чего ты... Чего ты... Чего ты... Так, штрафую обоих. Извините, Ваша честь. Виноват. Виноват. Да, насчет дыма без огня... Это выси. Не бывает. Не бывает. Да это бывает еще как. Бывает. И причем из-за таких, как вы. А мы верим, Ваша честь, нашим дочерям. Чему вы верите? Чему вы верите? Они плакали. Девочки так плакали, так переживали, когда рассказывали о домогательствах этого учителя. Давайте послушаем вот эту пострадавшую. Ваша честь, я, Буланина Карина Викторовна и мои подруги Лера, Алина и Ангелина крайне виноваты. Не домогался до нас физрук, вообще не приставал к нам после уроков и вообще никогда не приставал. Ты чего несешь? Папа, я тебя обманула. И девочки тоже обманули. Им стыдно стало сюда приходить, вышла за них я. Я бы сама бы заплатила эту гребанную компенсацию. Ваша честь, я согласна с тем, чтобы мой отец заплатил полную компенсацию. Слушай, не твои же деньги. Изначально дошло все до директрисы. Я думала, что этим и кончится. После этого дошел до родителей. И нам уже стало страшно отступать. Мы врали до последнего, потому что испугались то, что нам как бы прекратят давать деньги. Как бы ограничить нашу свободу и какие-то либо подарки. Скажите, спасибо, что вас за клевету не привлекли. Это дело серьезное. В общем, дело дошло до ментовки. Извините, до полиции. К уголовному делу привлекли Василия Егоровича. И слава Богу, что его отпустили. Господи, извините меня, пожалуйста, Василий Егорович. А после этого привлекли к уголовному делу нас. То есть вы понимаете, чем это грозит? Это грозит штрафом. Это грозит исправительными работами. Да и тем более арестом. Зачем нам в наши года это нужно? Поймите меня, пожалуйста, извините. Поэтому вы признались, что оговорили. Да. Но из-за чего мы хотели выгнать физрука? Именно из-за того, что он нас заставлял делать различные унизительные упражнения. Я даже вам сейчас продемонстрирую. Он просил нас ставить ноги на ширине плеч и вот так вот нагибаться. И что тут такого в этом упражнении? Это даже я в моем возрасте могу сделать. Я понимаю, но над нами смеются мальчики. Говорят, что мы стоим раком. Вот хоть сейчас подойди и присунь. Это вообще что такое? Для нас это ужас. Для нас это унижение. Другие девочки делали это упражнение? И ничего? Никто над ними не смеялся? Ну, дальше вот такое упражнение он заставлял делать. Руки наверх и вот такие вот приседания. И мальчики нам говорили, что мы как стриптизерши на шесте. Вот нам это позорно. Я не понимаю, у вас в классе сколько девочек? Сколько девочек у вас в классе? Половина класса. Половина класса? Так что как минимум 15. Но только вы четверо не хотели делать элементарные упражнения. Да с чего вы взяли, что все их хотят делать? Ну делали же. И в-третьих, еще нас просили делать самое вот это ужасное упражнение. Это прыгать через козла. Это вообще издевательство над девочками. Это что такое? Ну остальные допрыгали. Ну блин, мы крайне вообще отказались это делать. Нам стыдно такое делать, понимаете? Вот просто поймите меня. Поэтому мы хотели его выгнать. Понимаете, они даже сейчас, вот она делает, она даже сейчас не может сделать. Потому что просто не ходили на уроки. Не, ну может сделать, что там делать? Достать руками пола. Я просто примерно показала, я же не буду тут изгибаться. Да вы и не примерно сделать не можете, потому что не ходили. Ваша честь, ну вот как? Как мне в жизни вообще пригодится вот это вот упражнение, блин, прыгать через козла? А математика как тебе пригодится или химия? Ну это уже другие... Ну есть школьная программа. Ну что, ну тебе... Ну я закончила школу. Это мне в жизни не пригодится. Я про эту химию в жизни никогда не вспомнила. И что теперь? Я уже старшеклассница. Я уже знаю, что я хочу вот этой жизни, а не прыгать через козла. Мало чего ты не хочешь. Может и химию не хочешь, биологию не хочешь. Все остальное я хочу. Есть школьная программа. В остальном я ударница. Так, ну короче говоря, есть школьная программа. И ты ничем не отличаешься от остальных. И должна ее выполнять. Все, я вас прекрасно поняла. Все понятно. Другие девочки тоже раскаиваются? Конечно. Я от лица всех девочек крайне извиняюсь перед всеми просто. Но от вас требуется извиниться на школьной линейке. Конечно. Мы это сделаем. Суд удаляется для понесения решения. Прошу всех встать. Искры тягину Василия Егоровича. Защите чести, достоинства и деловой репутации. Компенсация морального ущерба в размере по 100 тысяч рублей из каждого из родителей несовершеннолетних ответчиков удовлетворить. Обязательно несовершеннолетних ответчиков принести извинения на общей школьной линейке при всех учениках и родителях. Прошу садиться. Спасибо. Обязанность родителей по возмещению вреда здесь безусловна. Она заканчивается, когда девочкам исполнится 18 лет. Но пока что по 100 тысяч с вас я взыскиваю. С каждого. И обязываю девочек принести извинения учителю нашей общей школьной линейке в присутствии всех. Чтобы его репутация была восстановлена. И вот такие вот, как законные представители, не говорили, что дыма без огня не бывает. Дело закрыто. Я очень рад, что хотя бы одна из девочек нашла в себе смелость признать свою ошибку, и остальные с ней согласились. И надеюсь, что это будет для них хорошим уроком, и больше они так никогда поступать не будут. Он приставал к моей дочери, он приставал к другим девочкам. Мою дочь просто запугали. Пап, ничего не было. Просто заплати компенсацию. 15-летние девочки рожают детей. Ну посмотрите, ну она еще сама ребенок, как гляньку себе родила. Маленькие мальчики мстят за обиженных матерей. Я сбегал домой с ножом и перерезал шины. Не слишком рано повзрослели наши дети. Я тоже искала мужчину для совместной жизни. Какая совместная жизнь? 15 лет. Алиса Турова каждый будний день разбирается в таких историях. Ты же понимаешь, что рано или поздно папа твой все равно женится. А я не хочу, чтобы кто-то, в принципе, занимал мамино место. А особенно эта тетка. Смотреть обязательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова